Нам надо тоже заготовить папу. Я тебе могу сказать, что это растение чем-то напоминает современный светонакопительный аккумулятор. Они накапливают солнечную энергию за весь солнечный день. И соответственно, чем длиннее и дольше солнечный день, тем больше они могут набрать этой энергии. Понял? Если сорвать это растение, когда оно цветет, а цветет оно таким ярко-красным цветом, то оно наделяет человека магическими способностями. Да, а еще он дает силу, и поэтому человек выздоравливает от всех болезней. Но надо только кое-что знать. Что? Во-первых, что сорвать его можно только тогда, когда оно цветет. А цветет оно один раз в год. На купала. Многие не знают, когда это купало на самом деле, в какой день происходит. Все думают, что он происходит с 6 на 7 июля. А на самом деле 22 июня. Поэтому надо знать именно этот день, никакой другой. Запомнил? Точно? Все знают, что цветка у папоротника нет, и что размножается он спорами. Но вот наши предки были убеждены, что папоротник цветет, и в момент цветения обладает особой силой. Неужели предки заблуждались? Нет, они были не так глупы, как нам их представляют. Более того, они обладали знаниями, о которых мы не можем себе даже представить в нашем-то развитии науки и техники. Итак, есть две большие разницы. Цветки, которые, кстати, бывают не у всех растений. И свечения, которые есть у каждого растения. Когда свечение усиливается, оно приобретает свой цвет. То есть у папоротника он ярко-красный. Именно это цветение имели в виду наши предки. Итог у некоторых растений может быть несколько месяцев в году, а цвет появляется максимум на несколько часов, когда усиливается свечение. Фотография Кирлиана сможет объяснить это. Возможно, излучение растений подобно человеческому. Излучение человека впервые снятое на пленку. Вполне объяснимый технический процесс, но результат различен у каждого человека в зависимости от физического и умственного состояния индивидуума.